Итак, начинается наше занятие. Сегодня у нас вебинар по биологии на тему «Алгоритмы решения и оформление задач по молекулярной биологии». Линии заданий 3 и 27 ЕГЭ. Проведет вебинар Кириленко Анастасия Анатольевна, учитель биологии высшей квалификационной категории гимназии номер 3 города Аксай Ростовской области, победитель конкурса «Лучшие учителя России» 2008 и 2015 годов и автор учебно-методических посодий нашего издателя. С графиком проведения следующих вебинаров можно ознакомиться на нашем сайте. Там же можно и запланировать свое участие. И в этом случае на вашу электронную почту незадолго до мероприятия, а именно за час и за день до него, придет напоминание и ссылка для входа на мероприятие. Все материалы мы размещаем на нашем сайте после 18.00 по московскому времени. Тогда же начинается и рассылка сертификатов. Для получения сертификата участника в электронном виде важно грамотно, правильно и корректно заполнить анкету при входе на вебинар. Особенное внимание уделите написанию адреса электронной почты. Наш вебинар продлится до 18.00 по московскому времени и в чате я нахожусь под именем модератора. Если ко мне возникают вопросы технического характера, то можно мне задать вопрос, воспользовавшись кнопкой, задать вопрос в левой части экрана. Вопросы автору задавайте в чате. Я желаю всем благотворной работы и передаю слово нашему лектору. Вопросы автору задавайте в чате. Потому что хотелось бы как можно больше рассказать, показать сегодня. В связи с тем, что структура экзаменационной работы единого господственного экзамена по биологии изменилась в прошлом году. Теперь появились задания. Мы можем точно сказать, что это задания линии номер 3 и номер 27. Мне можно открыть презентацию. Вы мне поможете? Итак, появились задания в первой части. Это задание линия номер 3 с кратким ответом решения простейшей задачи. Это задание требует написания от выпускника просто одного ответа. Не требует расписывать какие-то действия и комментарии. И во второй части сохранилось задание номер 27, которое требует от выпускника полного развернутого ответа. Вот здесь перед вебинаром пришел такой вопрос мне. Как можно учителю при одном уроке в неделю качественно отработать умение решать такие задания? Вот этому и посвящена наша с вами встреча. Я думаю, что решать такие задачи должны уметь не все выпускники, а только те, которые готовятся поступать в специализированные вузы, там, где требуется сдать ЕГЭ по биологии. Поэтому всех учить насильно, всех заставлять учиться решать такого рода задания, я думаю, не стоит. А вот те ребята, которые действительно сделали выбор в пользу биологии для своей дальнейшей профессиональной деятельности, их мы и будем учить решать такие задания. В помощь, спасибо моим бывшим выпускникам, в издательстве есть два пособия. Одно пособие посвящено и теоретическим вопросам, там рассматриваются теоретические вопросы. И там есть подбор заданий, которые сейчас приведены в соответствии с теми требованиями, которые есть на сегодняшний день, к содержанию в структуре экзаменационной работы единого государственного экзамена. То есть в этом пособии предусмотрены новые формы заданий, которые были введены в прошлом году. Также в помощь тренировочная тетрадь по данному разделу, где есть разбор всевозможных типов заданий, и есть, ну, я бы сказала, шпаргалки и схемы для того, чтобы запомнить очень сложный материал, но зато потом его очень быстро воспроизвести. Вот этому сегодня и будет посвящена наша встреча, как использовать в своей практике данные пособия. Более того, могу сказать, что те учащиеся, те выпускники, которые заинтересованы хорошо сдать экзамен, могут воспользоваться самостоятельно данными пособиями, особенно тренировочной тетрадью. Прорешав все задачи с соблюдением тех рекомендаций, которые есть в первой части этого пособия, можно получить добротный сборник решенных задач разного типа. Ну и моя вот еще такая позиция, что начинать нужно действительно с решения сложных задач, которые требуют объяснений, комментариев. Если выпускник научится решать подобного рода задачи, то он сможет решать простейшие те, которые требуют только краткого ответа в виде одной цифры или, может быть, последовательности букв. Ну давайте перейдем непосредственно к знакомству. Какие же задания можно встретить на сегодняшний день в экзаменационной работе ЕГЭ. Итак, я сейчас хочу продемонстрировать задания линии номер 3, но на них я не буду сильно долго задерживать ваше внимание. Сделаю несколько пояснений. И хочу сказать, что потом мы более детально перейдем к заданиям линии номер 27. Вы поймете, что если выпускник умеет решать сложную задачу, он всегда решит подобную. Итак, задание номер 3 в первой части работы представляет собой вот такой вопрос, который требует только записи в специальном месте в бланке соответствующего числа. Я подчеркиваю, что необходимо выпускнику записывать только соответствующее число без всяких единиц измерения. Потому что, ну вот в данном случае нужно указать, сколько нуклеотидов. Может быть вопрос, который требует указать процентное соотношение каких-то нуклеотидов. Возможно, это будет масса белка, масса гена, длина белка, длина гена. Единицы измерения не записываем. Для того, чтобы решить подобного рода задачу, когда нужно перевести, перейти от количества аминокислот к количеству нуклеотидов, и в пособии, где есть теоретический материал и в тетради, я предлагаю запомнить вот такую схему, которая представлена в виде треугольника. В треугольнике три сектора. В верхнем вы видите букву Н, это нуклеотиды. В одном из секторов три буквы – аминокислоты, антикодоны. Буква К – это кадоны, буква Т – триплеты и ТРНК. И три – это постоянный коэффициент. Кроме того, две линии тоже несут определенную информационную нагрузку. И одна из них указывает деление, да, это горизонтальная линия. И перпендикулярная ей вертикальная линия – это знак умножения. Если мы вернемся к нашему вопросу, сколько нуклеотидов в гене кодирует последовательно 60 аминокислот в белке, то воспользоваться этой схемой можно следующим образом. Мы должны мысленно закрыть тот сектор, который необходимо найти. В данном случае это верхний сектор, число нуклеотидов. И тогда останется число аминокислот умножить на три. Если же необходимо от аминокислот переходить к нуклеотидам, вернее от нуклеотидов к аминокислотам, то мы будем закрывать совершенно другой сектор. Итак, ответ на нашу задачу, как вы понимаете, это будет 180. Но слово нуклеотидов записывать в бланк не надо. Следующий тип задач, который требует, например, рассчитать количество аминокислот в белке, который кодируется фрагментом молекулы ДНК. И нам известно, что это ДНК имеет определенную длину. На первый взгляд, все задания линии номер 3, вообще не базового уровня сложности, то есть 80-85%, порой 90% выпускников, должны справляться с заданиями подобного типа. На первый взгляд кажется, ну вот в уме решил задачку и сразу записал число. Но это не совсем так, порой необходимо совершить несколько действий. Вот первый пример был, воспользовавшись схемой, мы можем выполнить только одно действие. А в данном случае нам придется выполнять два действия. И мы можем воспользоваться схемой, которая есть только в тетради. И там есть комментарии, рекомендации, как ей пользоваться. В данном случае нам известна длина гена, и мы должны перейти к числу, можем перейти к числу нуклеотидов. 0,34 – это справочное табличное значение, и, как правило, приводится в тексте задачи. Итак, мы должны узнать число нуклеотидов. Для этого мы длину гена делим на 0,34. Если же будет обратная задача, то действия будут аналогичны, как и с первой схемой. Ну вот видите, в этом задании нужно совершить два математических действия. В первом случае мы получили 60 нуклеотидов, а теперь нам надо нуклеотиды перевести в аминокислоты, и мы могли бы воспользоваться первой схемой. В ответе выпускник должен записать число 20. Если у вас коллеги или выпускники, которые к нам подключились, возникают какие-либо вопросы, вы можете писать, и меня в какой-то момент остановят, и я отвечу на вопросы. Либо давайте тогда на все вопросы я буду отвечать в конце нашей встречи. Ну, возможно, что пока нет вопросов. Если вопросы будут по ходу такие существенные, то я прервусь и, конечно, буду отвечать на ваши вопросы. Еще один пример, где уже нужно определить процентное соотношение каких-либо нуклеотидов в молекуле ДНК. В данном случае известно, что количество процентного соотношения нуклеотидов с цитозином равно 30%. Необходимо найти процентное соотношение нуклеотидов с аденином. Вот здесь нам поможет еще одна схема, которая имеется в тетради тренировочной, которая эти схемы иллюстрирует принцип комплементарности, которая прослеживается при соединении двух спиралей в молекуле ДНК, или же правила чергафа. Воспользовавшись этими схемами, этими подсказками, мы можем решить задачу, но, видите, уже нужно совершить как бы три действия. Вот решение таких задач требует от выпускника написания в бланке только ответа. Многие, конечно, продвинутые выпускники могут это делать устно, очень быстро, но я все-таки советую во время экзамена писать на черновике свои действия, чтобы вы могли действительно убедиться, что вы решили все верно, а то от волнения, возможно, какие-то неправильные будут у вас результаты. Поэтому все-таки пишите на черновике и потом переносите в бланк уже готовый результат. Так, в первом действии мы пользуемся принципом комплементарности и подчеркиваем, что количество нуклеотидов с цитозином равно количеству с гуанином, то есть 30%. Соответственно, все нуклеотиды принимаются за 100% по правилу чергафа, и тогда на долю аденина и этимина будет приходиться 40%. Но у нас просят определить только процентное соотношение нуклеотидов с аденином, так как аденин и тимин комплементарны, то, соответственно, в ответе будет 20%. Следующий пример. Постарайтесь его решить самостоятельно и в чате мне написать ответ сейчас. Я вот так теперь поступлю, я буду задавать вопросы. Итак, я хочу увидеть в чате ответ на данный вопрос. Именно ответ должен быть в виде цифры. Я могу, если ответы не поступают к нам, то я могу включить подсказку. Вот, если ответ поступил, если коллеге нужна подсказка, то я ее могу сейчас высветить на экране. Но я вижу, что есть правильный ответ. Действительно можно было воспользоваться вот этой первой схемой, и тогда мы закрываем сектор, где есть буква А, аминокислоты, и число нуклеотидов вы разделили на 3. Итак, правильный ответ 200. Ну, все молодцы, поэтому мы движемся с вами дальше. И я хочу представить вашему вниманию еще один вариант простейшей задачи, которая может быть в задании номер 3. В молекуле ДНК 100 нуклеотидов с темином, и это составляет 10% от общего числа. Нужно определить количество нуклеотидов с гуанином. Эта задачка требует уже тоже некоторых действий, больше, чем одно. Прежде всего мы должны с вами определить, какое же число нуклеотидов будет входить в эту молекулу ДНК, или в этот фрагмент молекулы ДНК. Для этого решается простейшая пропорция, и мы получаем, что всего в данном отрезке 1000 нуклеотидов. Затем, воспользовавшись правилом комплементарности, принципом комплементарности, мы делаем вывод, что и количество темина и аденина одинаково, соответственно, по 100 нуклеотидов. Тогда на гуанин и цитозин вместе будет приходиться 800. Понятно, как я получила эту цифру. Ну и опять, исходя из принципа комплементарности, мы определяем, что у нуклеотидов с гуанином будет 400. Вот такие действия небольшие выпускник должен проделать, чтобы ответить на вопрос и в бланк вписать цифру 400. А теперь я предлагаю вам решить следующую задачку самостоятельно и в чате написать ответ. Спасибо. Правильные были данные ответы. Ну, здесь нолик потеряли, да. Возможно, как-то быстро я комментировала. Ждем ответ на 500, да. Есть какие-нибудь... Тысяча, пятьсот. Я поняла, почему некоторые пишут тысячу. Лучше, если я ответил, я не знаю. Отлично, молодцы тогда. Раз отвечаем 500, то молодцы. Объясню, в чем здесь нюанс. Здесь указано, что в двух цепях молекулы ДНК 3000 нуклеотидов. Но следующее предложение дает выпускнику подсказку, либо напоминает ему, что информация о структуре белка будет только в одной цепи. Цепи располагаются параллельно. Поэтому кодировать аминокислоты будет не 3000 нуклеотидов, а только 1500. А так как аминокислоту кодируют три нуклеотида, то разделив 1500 на 3, мы получаем правильный ответ 500. Я надеюсь, что я пояснила тем, кто написал тысячу. Ну, погорячились. Внимательно необходимо читать задания. В самом задании бывают подсказки, бывают указания, с чего начинать решение. Либо каким образом прийти к правильному ответу. Есть какие-то либо рекомендации, указания, либо подсказки. В нашей тетради также вы можете увидеть схемы, которые позволяют определять массу белка, если мы знаем число аминокислот. Либо наоборот, по массе белка определять число аминокислот. 110 или 100 – это масса одной аминокислоты, которая также приводится в тексте задачи. Итак, если необходимо найти массу, мы можем число аминокислот умножать на их массу. Либо наоборот, по массе определить число аминокислот. Также в тетради есть схема, которая дает возможность определять массу гена. Аналогично использование этой схемы, как и предыдущих. Здесь мы знаем массу нуклеотида. В некоторых задачах приводится 300 единиц, в некоторых 330. Но, опять-таки, запоминать эту цифру не надо. Это материал справочный, который будет всегда в тексте задачи дан в скобках. Просто на него нужно обращать внимание. Так, пользоваться этой схемой так же просто, как и предыдущие. Ну, а теперь вопросы к вам. И я жду ответ на данный вопрос. 96. 96 услышала. 32. 32. Ну, наверное, других вариантов не будет. 96 или 32? 32. Других ответов и не будет. Итак, нам помогать будет наша первая схема, наша шпаргалочка. Итак, у нас с вами буква Т означает триплеты и транспортные рынка, а буква А означает в этой схеме аминокислоты и антикатоны. И если вы обратите внимание, что буква А и буква Т расположены в одном секторе, значит, эти цифры будут одинаковые. Здесь вот игра слов. Триплет – это тройка нуклеотидов. Да, одну аминокислоту кодирует три нуклеотида. Но здесь у нас спрашивается о количестве триплетов, то есть о количестве троек нуклеотидов. Ну, раз 32 аминокислоты, соответственно, будет 32 триплета. Вот такая игра слов, которая говорит о том, что необходимо очень хорошо владеть терминологией, знать понятия и расшифровку терминов по данному разделу. Ну, или же воспользоваться схемой, и раз буквы, кодирующие эти понятия, находятся в одном секторе, то, соответственно, количественное выражение будет одинаковым. К этому вопросу можно придумать еще и другие, даже к этой цифре. Сколько будет антикодонов? Опять их будет 32. Сколько будет транспортных аминокислот, транспортных РНК, которые переносят эти 32 аминокислоты? Тоже 32. Сколько кодонов в ДНК? Тоже 32. А вот нуклеотидов было бы действительно 96. И мы с вами переходим к следующему примеру. Более сложная задача, хотя тоже может встречаться вот именно как задание линии номер 3. Имеется фрагмент молекулы ДНК, который содержит 60 нуклеотидов, причем известно, что 12 из них приходится на тимин. И необходимо указать, какое количество нуклеотидов с гуанином в этом фрагменте молекулы ДНК. Но я могу подождать, возможно, кто-нибудь продвинутый уже выдаст нам ответ. То есть это ответ, который будет записан в бланке. Но для того, чтобы прийти к этому ответу, надо совершить несколько действий. И понять, вспомнить, что по правилу или по принципу комплементарности тимин и аденин равны, аденина будет тоже 12. По правилу чергафа количество аденина и тимина всегда равно количеству гуанина и цитозина. И все 60 нуклеотидов мы принимаем за 100%. Тогда на гуанин действительно приходится 18. Если мы от 60 отнимаем 24, мы получаем 36. Это то, что приходится на гуанин и цитозин вместе. А на один гуанин будет только 18. Большое спасибо за поддержку, за такое активное участие тех, кто пишет ответы. 38? Ну, даже как бы 36 бы еще написать. Ну, ладно. Презентация будет у вас, возможность ее будет скачать, да. Она будет вам доступна. Поэтому вы после нашей встречи можете неоднократно возвращаться и проверять себя, правильно ли вы решаете или нет. Еще два примера заданий, которые могут быть именно вот линия номер 3. Какой триплет на ДНК соответствует антикодону на транспортной РНК, и он приводится ААУ. И какой триплет на ДНК соответствует кодону на информационной РНК. Вот. Значит, посмотрите. Здесь нужно обязательно разграничить понятие триплет, кодон, антикодон. Антикодон – это то, что касается транспортной РНК. Триплет – это понятие, которое мы используем для молекулы ДНК. И кодон – это понятие, это тоже тройка нуклеотидов, но мы это понятие используем для информационной или матричной РНК. В нашей тетради имеются вот, я еще раз показываю, эти таблички, которые дают возможность проиллюстрировать, как работает принцип комплементарности. Сейчас вы видите правила Чергафа, сейчас вы видите и как выглядит принцип комплементарности при построении второй цепи ДНК. И вот так при переходе с ДНК на РНК. Ну, как показала практика, не все учащиеся, не все школьники могут запомнить переход и пары комплементарных нуклеотидов. Вот были у меня такие выпускники, которые, в общем-то, благодаря которым появилась тетрадь тренировочная, и появились некоторые шпаргалки, которые в этой тетради и представлены. Это элементы мнемотехники, когда мы пытаемся найти какую-то логическую связь, придумать что-то, как-то связать очень сложные понятия с тем, что легко запомнить. И вот пришло в голову, как мы будем запоминать принцип комплементарности при построении двух цепей ДНК. Буква А – аллигатор, буква Т – тупой. Аллигатор какой? Тупой. Тупой кто? Аллигатор. Это запомнить проще, чем пары букв. Потому что возникают какие-то образы у каждого свои, на лице всегда улыбка, а раз есть положительные эмоции, то этот сложный материал запоминается моментально. Другая группа, другая, значит, пара букв – это С – цыпленок, Г – глупый. Цыпленок какой? Глупый. Глупый кто? Цыпленок. Итак, это мы запомнили. Мало того, мы можем даже запомнить количество водородных связей. Так вот, аллигатор тупой дважды две водородные связи, а цыпленок глупый трижды. Три водородные связи возникают между этими парами нуклеотидов. Но это для ДНК. А вот когда мы должны перейти от ДНК к РНК, то тогда мы пользуемся шпаргалкой номер два, которая тоже есть в тетради. И так наступает такой момент, я говорю, что аллигатор становится умным. А цыпленок как был глупым, так глупым и остался. Так нам теперь вот эти пары, вот эти две шпаргалки помогут в решении наших задач. Я начну со второй, когда нужно перейти с триплета ДНК на соответствующий кодон информационной РНК. Итак, умный у нас кто? Аллигатор. Глупый кто? Цыпленок. И цыпленок какой? Глупый. Что касается первого вопроса, то здесь нужно совершить как бы два действия. И надо сначала от транспортной РНК перейти на информационную. И мы получим, аллигатор у нас стал каким? Умным. Два раза и умный кто аллигатор. И только после этого перейдем на молекулу ДНК. Итак, первый ответ будет аденин, аденин, тимин. А вот во втором вопросе аденин, цитозин и гуанин. Вы знаете, может быть сейчас это воспринимается довольно сложно. Особенно, может быть, тем, кто только учится решать задачи. Ну, зная программу и работая также в старших классах, ну, в профильных группах, где биология изучается у нас в течение трех часов. Это для тех, кто готовится сдавать экзамены, будет сдавать ЕГЭ по биологии, и кто готовится в специализированные вузы, медицинские, фармацевтические и так далее. Вот. Материал этот мы еще вот только к нему подходим. Но я считаю все-таки, что надо переходить к более сложным вопросам, а именно к заданиям линии номер 27. Потому что эти задания, они требуют от выпускника развернутого полного ответа. Это задание оценивают эксперты. Максимальная оценка, которую выставляет эксперт, это 3 балла. Но за данное задание, в зависимости от того, сколько элементов ответа будет указано выпускнику, эксперт может поставить 1, 2, 3 балла, либо 0. Эти задания, это именно задания, требуют обязательно комментариев. То есть каждое свое действие выпускник должен прокомментировать. Воспользовался он принципом комплементарности, он должен написать, что он строит, например, вторую цепь ДНК по принципу комплементарности. После этого будет написана структура. Воспользовался он таблицей генетического кода, значит он должен об этом написать и так далее. Каждое действие должно быть обязательно прокомментировано. Ну вот если выпускник научится комментировать, выполнять эти сложные задания, то естественно к заданиям линии номер 3 можно переходить без препятствий. В тетради и в нашем пособии, но особенно в тетради, вы можете увидеть задачи разного содержания, разных типов. Я бы условно разделила эти задачи на 4 основных типа. Это на определение нуклеотидного состава, на деление клетки, синтез белка, энергетический обмен, катаболизм. Но внутри первой категории задач нуклеотидный состав можно определять процентное соотношение, либо количественный состав. Другой тип задач, который предполагает определение числа нуклеотидов, кодонов, триплетов, аминокислот, транспортных РНК. И третий тип задач, когда необходимо определить длину или массу, или и то, и другое, массу гена, массу белка, длину гена, длину белка, например. Задачи, которые посвящены теме синтез белка, они предполагают, тоже как бы есть две разновидности. Одни задачи на определение аминокислотного состава белка, в том числе и после какой-то мутации. И отдельная категория задач, когда необходимо определить аминокислоту, которую переносит транспортная РНК. Вот сейчас на конкретных примерах мы разберем с вами основные типы задач, как их правильно решать, как комментировать. И вы можете приобрести нашу тетрадь и воспользоваться ей. И там кроме вот разбора решения задач представлено 70, по-моему, 70 задач для самостоятельной работы. Но я умышленно не стала в этой тетради, во второй части располагать задачи по темам, ну, вот какую-то логику, да, сначала на определение количественного, процентного состава, потом, например, на определение числа нуклеотидов и так далее. Нет, все задачи идут в перемешку с той целью, чтобы выпускник, ну, как и на экзамене, это лотерея, какая задача попадет, то ли на определение числа хромосомы ДНК, на деление клетки, то ли на энергетический обмен, то ли на пластический. Так и во второй части нашей тетради эти задачи располагаются случайным образом. Есть вопросы, да? О какой тетради идет речь? А я могу вернуться, да, на слайд, где эта тетрадь у меня? На второй слайд. Значит, тренировочная тетрадь по разделу молекулярной биологии. Кроме пособия. Так. Ну и если вот в этой части вопросов больше нет, то мы переходим непосредственно к конкретным примерам. И на этих конкретных примерах мы рассматриваем и алгоритмы решения, и самое главное правило оформления задачи для того, чтобы на экзамене эксперт мог поставить максимальное количество баллов. Всем удачи! Поехали! Первая категория задач, ну а у нас это как бы уже с вами вторая часть, да, поэтому тут цифра 2, это определение аминокислотного состава белков как в нормальном состоянии, так и после мутации. Итак, эти задачи могут иметь следующий вид. Обычно приводится структура участка молекулы ДНК, фрагмента молекулы ДНК, предлагается определить нуклеотидный состав второй цепи ДНК, дальше определить нуклеотидный состав информационной РНК и определить аминокислотный состав белковой молекулы, используя таблицу кинетического кода. И посчитать еще может быть количество водородных связей в данном участке молекулы ДНК. И я подчеркиваю, ответ надо пояснить, прокомментировать. Итак, с чего необходимо, будем начинать. Будем начинать по порядку. И естественно, имея структуру первой цепи по принципу комплементарности, мы можем определить нуклеотидный состав второй цепи ДНК. Кому-то достаточно воспользоваться этой схемой. Аденин, тимин, цитозин, гонин. Кроме этого, мы с вами должны помнить о том, как идет реализация генетической информации при синтезе белка. В тетради имеется данная схема номер 5. Она вот такая статичная, но для объяснения, для того, чтобы вспомнить и представить целостно весь процесс пластического обмена именно синтеза белка, мы можем ей воспользоваться. Итак, ДНК находится в ядре. ДНК из ядра изымать нельзя. ДНК там живет. И в ДНК имеются гены, это определенные фрагменты, которые содержат информацию о структуре одной белковой молекулы. Называются эти участки генами. Так вот, так как ДНК находится в ядре, транспортировать, перемещать ее никуда нельзя, но можно с нее снимать копии. И тогда в результате транскрипции по принципу комплементарности аллигатор становится каким умным, умный кто аллигатор, а цыпленок как был глупым, так глупым и остался, строится информационная РНК или некоторые называют ее матричной. Для того, значит, информационная РНК строится, редактируется и отправляется к рибосомии для того, чтобы там собирался белок. Но белок нужно собирать из аминокислот. Аминокислоты доставляются посредниками. В качестве посредника выступают транспортные РНК. Каждая РНК приносит свою собственную аминокислоту. В рибосоме в функциональном центре происходит лечение антикодона транспортной РНК с кодоном информационной РНК. И если они совпадут по принципу комплементарности, то тогда аминокислота, которую принесла ТРНК, будет участвовать в сборке белковой молекулы. Вот так в виде схемы очень быстро можно повторить пластический обмен. Далее воспользовавшись принципом комплементарности данной шпаргалкой или вот этой может быть она вам больше понравилась и больше вызывает положительных эмоций, мы будем приступать к решению задачи. Итак, первое наше действие это строим вторую цепь ДНК по принципу комплементарности, а именно аллигатор тупой, цыпленок глупый, тупой кто аллигатор, глупый кто цыпленок. Вот это первое действие и к нему был комментарий по принципу комплементарности. Дальше мы переходим ко второму действию этой задачи. Мы можем определить число водородных связей. Мы объясняем, что между аденином и тимином образуются две водородные и таких пар аденин и тимин в данном фрагменте восемь, соответственно между ними будет образовываться шестнадцать водородных связей. Паргуанина и цитозина всего семь, а между ними формируются три водородные связи, поэтому их будет двадцать одна, а всего тридцать семь водородных связей. Объяснили про комментирование, подсчитали. Теперь мы переходим к третьему вопросу, к третьему действию и теперь нам необходимо установить нуклеотидный состав информационной РНК. Мы можем пользоваться данной шпаргалкой или той, которая вам понравилась, возможно, больше. Шпаргалка номер два, аллигатор становится каким? Умным и так далее. Итак, пользуясь этой шпаргалкой, мы начинаем строить теперь информационную РНК по принципу комплементарности. Тупой, кто аллигатор, лупый, кто цыпленок. И вот внимание, когда против А аллигатор становится каким? Будет становиться урацил. Именно нуклеотид с урацилом. Построили мы по второй цепи РНК информационную РНК. И теперь мы можем, используя именно структуру этой молекулы, с помощью таблицы генетического кода определить аминокислотный состав РНК. Таблица генетического кода. Иногда у меня спрашивают, надо ли ее запоминать. Нет, запоминать ее не надо, она всегда в работе присутствует. В наших пособиях и в книге, где есть теория, и в тетради тренировочной она расположена в конце, то есть не после каждого задания, а именно в конце приложения. Но я хочу вам продемонстрировать, как пользоваться вот этой моей таблицей, она интерактивная и она универсальная. Она дает возможность определять аминокислотный состав, имея код ДНК или код информационной или матричной РНК. В первое окошечко я вам сейчас покажу, мы вообще должны с вами ввести ту молекулу, которой будем пользоваться. Ну, например, в данном случае мы будем пользоваться кодом информационной РНК. Чтобы объяснить, как пользоваться бумажным вариантом таблицы, помогает именно это. Итак, я сейчас введу постепенно, последовательно основание за основанием тройку нуклеотидов, тройку кодон из информационной РНК. вы не помните, а у меня перед глазами есть эта структура, которая была, это аденин, цитозин, цитозин. Итак, вот посмотрите, как пользоваться таблицей. В таблице сначала необходимо найти одну вот такую большую строку, какую-то из четырех. Затем из этой строки нужно будет выбрать один из четырех столбцов. И только после этого третий шаг мы из этого столбца должны выбрать одну строчку. Объяснить это порой бывает сложно и не все понимают и видят, а вот эта таблица нам это позволяет сделать очень быстро. Итак, мы вводим первую букву аденин и посмотрите, сейчас активировалась большая горизонтальная строка состоящая из четырех столбиков. Следующий основание я ввожу это цитозин и теперь из этих четырех столбиков активируется только один на пересечении. И последнее третье основание ввожу цитозин и мы получаем на пересечении строчку. Если я нажму на стрелочку, то вот здесь в окошечке появится название данной аминокислоты трианин. Но запоминать полные названия и если выпускник напишет структуру белка с использованием вот этих сокращений, которые есть в таблице, некоторые считают, что это ошибка, что надо писать полностью, это не так. Достаточно написать те буквы, которые общепринято использовать в таблице генетического кода. Итак, тройка за тройкой, кадон за кадоном мы с вами определили аминокислотный состав белковой молекулы. Есть ли вопросы по этой задаче? Значит, таблица интерактивная, вы скачаете презентацию и в этой презентации у вас будет эта таблица. Вы можете воспользоваться. Дальше. Задача, что у вас смысловая цепь для инфекции? Угу. Так, вопрос. А, значит, обычно спрашивают, да, какую цепь указывать. В данном конкретном примере была показана не смысловая цепь, а просят нас построить вторую, то есть смысловую, и по ней мы уже строим информационную, и потом уже строим последовательность аминокислот в белке. Вот, когда это не оговаривается, то это делается именно в такой последовательности. Если в задаче оговорили, какую цепь, структуру какой цепи показывать смысловую или нет, тогда вы будете исходить из этого содержания. Ну, вот, в данном случае имеем первую, по ней строим вторую, и ее принимаем за смысловую, когда задача просто имеет смысл, а так зачем все остальные действия делать. Вот, потом информационную и уже аминокислотный состав белка. Коментарь, здесь обычно здесь вы там не ошибались, или я за аминокислотную сделать? Ну, вот, в данном конкретном случае, и если это будет попадаться на экзамене и так далее, то вот именно таким образом решается задача. не надо путать наших выпускников, вот, особенно тех, которые очень хорошо готовятся целеустремленные, добросовестные, вот у них сразу возникают какие-то вопросы. Я не думаю, что на экзамене этим бы запутывали детей, и так задание довольно сложное. Есть еще? Ну, еще раз говорю, что в данном конкретном случае мы работаем с определенной второй цепью ДНК, считая ее смысловой, по ней пишется информационная, а дальше уже структура белковой молекулы. Вы знаете, как Татьяна Владимировна, мы сегодня конкретно разбираем задачи по молекулярной биологии. У нас будет с вами в дальнейшем встреча по генетике, если она необходима, и там будем конкретно говорить. Но уже не буду я вас обижать, отвечу на ваш вопрос, лишь бы было написано в соответствии с контекстом, с содержанием задачи, если она действительно на сцепленное наследование, то можно писать закон Томаса Моргана или закон сцепленного наследования. Больше я на вопросы коллеги по генетике сегодня отвечать не буду, потому что мы иначе не успеем разобрать мы с вами только на одном примере. Вот нужно записывать таким образом, что дано, обязательно нужно написать, что это ДНК, допустим, как в данном случае, написали бы первая цепь ДНК, затем написали вторую цепь и прокомментировали, что писали мы по принципу комплементарности. Следующее наше действие, мы пишем информационную ДНК и опять пишем по принципу комплементарности и что именно мы строим, иначе непонятно какие молекулы, структуры каких молекул пишут выпускники. Белок, двоеточие, ну вот вы видели, как я оформляю ответы и поэтому я считаю, что вот именно так и должно быть все четко, чтобы эксперт мог понять, что выпускник разбирается, понимает и суть самого процесса и умеет пользоваться таблицей генетического кода и умеет пользоваться принципом комплементарности. Вот коллеги скажу больше, задания линий 27 и 28 являются заданиями с закрытым рядом требований, а именно это задания, которые предполагают наличие, обязательное наличие перечисленных элементов, причем порой некоторые задания предполагают определенную последовательность выполнения действий и это будет влиять на результат. Поэтому задания, которые являются заданиями с закрытым рядом требований, это те задания, в которых должны обязательно присутствовать следующие элементы. И вот мы их перечисляем, какие именно. можно писать вот так последовательно, чтобы было эксперту понятно, что есть вторая цепь построена ДНК, потому что у эксперта будут критерии на руках и он должен увидеть структуру второй цепи ДНК. Он увидел в ответе выпускника вторая цепь ДНК, проверил наличие всех букв и правильная их последовательность. Уже один балл есть, если есть комментарии. Второй момент, нужно было определить число водородных связей с комментарием. Есть это действие, есть объяснение, вот еще один балл. Далее необходимо было отметить, построить вернее информационную ДНК и дальше определить аминокислотный состав белковой молекулы. В данном случае получается, что в задании 4 элемента ответа. За 4 полных элемента с комментариями эксперт поставит 3 балла. Если будут какие-то 3 элемента полных, либо будут 4 с ошибками, эксперт поставит 2 балла. За наличие только 2 полных элементов в данном случае конкретном без биологических ошибок будет 1 балл выставлен экспертом. В других случаях при наличии 1 элемента или 3, но с ошибками, 2 с ошибками будет 0 баллов. Вот так это оценивается. Вы знаете, что в наших основных книгах подготовка к ЕГЭ 2018 год, где представлены 30 вариантов. В конце каждому варианту даются правильные ответы и на вторую часть даются развернутые ответы с комментариями и именно с критериями, которые определяются для оценивания правильности выполнения заданий. Если вы будете внимательно читать мелкий текст, за что сколько баллов ставится, то тогда это поможет выпускникам более полно, конкретно, правильно оформлять свои ответы на вопросы. Я думаю, что можно переходить к следующему. Хорошо, мы их оставим на конец. Следующий пример из этой же серии на определение состава белка это задание, в котором имеется одна из цепей ДНК и вот тут происходит мутация, указывается какие выпадают нуклеотиды, в каком триплете, видите опять игра слов, затем необходимо определить антикодоны транспортных РНК и исходную структуру белка и ответить на вопрос, как данная мутация может повлиять на структуру белковой молекулы и к какому типу мутации относятся данные изменения. Опять подчеркиваю, ответ надо пояснить, нужно использовать для решения таблицу генетического кода. Я сразу, чтобы отмести все вопросы, говорю, что в этой задаче дана смысловая цепь ДНК и мы работаем с ней. Как мы будем решать данную задачу? Сначала нам надо определить исходную нормальную структуру белка, то есть структуру белка до произошедшего мутации, до того, как произошла мутация. Иначе мы не сможем с вами ответить на вопрос, как это повлияет на структуру белка. Для этого мы пользуемся шпаргалкой номер 2 и сразу же выстраиваем информационную РНК. Вот смотрите, сейчас на слайде в принципе и показано, как необходимо оформлять задачи. первое, вот у меня черная строчка идет, ДНК, ее структура, это то, что дано. Ниже идет информационная, но я вам комментирую, что это по принципу комплементарности. Не надо, конечно, писать в работе, что мы шпаргалкой номер 2. Это для нас с вами, это для тех, кто будет работать с тренировочной тетрадью по данному разделу. Итак, выстраиваем мы информационную РНК до мутации, это ее нормальная структура. Далее, второе действие, и идут объяснения. По таблице генетического кода определяем аминокислотный состав нормального белка. Вот видите, в предыдущей строчке была у меня написана информационная РНК. Теперь, пользуясь таблицей генетического кода, я пишу белок. Вот так это должно и выглядеть. И с такими комментариями. Следующее наше действие, нас просили определить антикодоны транспортных РНК. Антикодоны транспортных РНК мы будем писать с помощью шпаргалки номер 2, а именно аллигатор у нас становится умным, а умный кто аллигатор. Против каждого кодона информационной РНК мы записываем антикодоны. И вот тут внимание, за что эксперт может снять балл, не засчитать это действие. Все антикодоны транспортных РНК друг от друга отделяются точки с запятой либо с запятой. Здесь я, видите, отделила вот такими рамочками с круглыми округленными. В листе ответов, в бланке ответов необходимо поставить точки с запятой. Информационную РНК в структуру ДНК мы можем писать все буквы последовательно либо разделять их в тире. Можно для удобства писать тройками буквы. Это не противопоказано и это не является ошибкой. А вот транспортный РНК мы всегда отделяем друг от друга точкой с запятой. И если этого выпускник не сделает, а напишет как предыдущую строчку, при условии, что там все правильно, не будет засчитано, потому что это грубая биологическая ошибка, которая говорит о том, что выпускник не понимает. В данном случае речь идет не об одной молекуле, а сразу от четырех. Я думаю, что я уже группу вопросов сразу сняла, прокомментировав. Вы знаете, коллеги, я с 2003 года являюсь экспертом по проверке ЕГЭ. Я ни разу не видела, чтобы выпускники рисовали клеверные листочки, на вершинке которых были бы антикодоны. Но это может быть какой-то уникальный. Если он так сделает, то ему это засчитается, потому что ему придется рисовать четыре клеверных листочка. Итак, четвертый пункт в решении это описание мутации, которая произойдет. Так как будет выпадать один из нуклеотидов в треплете, то соответственно произойдет сдвиг рамки считывания, нарушится последовательность аминокислот и в частности не будет аминокислоты, которая у нас вот закодирована как АУ. Такая мутация, которая происходит в пределах одного гена, в пределах одной молекулы белка, будет называться точковой или генной. Итак, пример второй мы с вами разобрали. Есть ли вопросы еще? В конце, да? Хорошо, вот эти вопросы мы тогда и в конце будем обсуждать. Я перехожу к следующей категории задач, которые в принципе решаются очень легко, но почему-то на экзамене у выпускников они вызывают затруднения. И были случаи перед экзаменом, вспоминаем, вспоминаем, что задача решается по другому немножко алгоритму. На экзамен приходим, попадается такая задача и делаем все с точностью да наоборот. Итак, задачи, которые начинаются с такой кодовой фразы. Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК матрице. Такой тип задач предполагает определение аминокислоты, которые будут транспортировать переносить ТРНК. В таких задачах дается фрагмент молекулы ДНК, которая кодирует центральную петлю вот того самого клеверного листочка. Необходимо найти третий триплет в этой центральной петли. Этот третий триплет является антикодоном и затем нужно будет определить какую аминокислоту будет переносить. Итак, для этого нам понадобится таблица генетического хода. И в нашей тетради есть замечательная схема номер шесть для решения задач, когда необходимо определить, какую аминокислоту транспортирует переносит ТРНК. Итак, внимательно смотрим, как работает эта схема. Итак, мы помним, что в ДНК хранится вся наследственная информация, в том числе информация о всех видах ТРНК. Я напомню, что их три вида. Информационная, которая копирует информацию о структурах белка и переносит в рибосомы, чтобы эти белки собирать. транспортная РНК, которая будет транспортировать это посредник, который переносит аминокислоты. И, конечно же, рибосомная РНК, это та, которая является структурным компонентом рибосомы. Так вот, коллеги и дорогие выпускники, о всех видах РНК информация хранится в ДНК. Соответственно, они все синтезируются по этой молекуле. Итак, в задачах, которые начинаются с этой кодовой фразы, мы действуем следующим образом. Мы сразу с фрагмента ДНК по принципу комплементарности определяем нуклеотидный состав центральной петли транспортной РНК. В этой структуре находим третий триплет, который является антикодоном антикодоном и его подчеркиваем. Теперь мы знаем, что когда транспортная РНК приходит к грибосоме и приносит туда очередную аминокислоту, происходит лечение антикодона и кодона информационной РНК по принципу комплементарности. Так вот, теперь этот антикодон, который вы подчеркнули в центральной петле, ему необходимо написать кодон информационной РНК только один кодон, только тройку, три буквы, а затем воспользовавшись таблицей генетического кода, именно для этого единственного кодона найти одну единственную аминокислоту. Вот тут алгоритм решения такой. Никакой информационной РНК после ДНК не будет. Итак, переходим к конкретному примеру, который был в начале. Я не буду сейчас комментировать вам принцип комплементарности и так далее, но все в презентации есть и вы можете впоследствии этим воспользоваться. Итак, смотрите, как оформляется задача. Первое. По фрагменту сразу строим центральную петлю по принципу комплементарности. Вы видите, у меня написано то, что дано, и ниже написано структура центральной петли. Теперь я нахожу третий триплет, отсчитывая его, он соответствует антикодону, я его подчеркиваю. Мне теперь нужны только эти три буквы, этот антикодон. Второе мое действие. Антикодону ТРНК по принципу комплементарности соответствует кодону информационной РНК. Я пишу его только один, этот кодон. И далее по таблице генетического кода для этого конкретного кодона нахожу соответствующую мини-кислоту. Все, в этом случае, при такой последовательности задача решена правильно. Если выпускник вдруг после ДНК пишет информационную РНК, задача дальше не проверяется экспертом, потому что она решена неправильно. Если выпускник пишет после ДНК транспортную, а затем не одному антикодону пишет один-единственный кодон, а пишет прямо структуру РНК, то вот это действие тоже не засчитывается. В данном случае эксперт поставит только один балл за правильно написанную центральную петлю транспортной РНК. То есть грубые биологические ошибки, за них баллы снимаются. Есть вопросы? Есть вопросы? Анна, мы сейчас не разъясняем на дальнейшем дискуссии о том, что школьникам нужно знать переоценивания, нужно попадать в эти институты, нужно хорошо выражать свои мысли и так далее. да, те коллеги, которые поддерживают это, что писать надо грамотно, излагать свои мысли надо четко, грамотно, извините, это коммуникативная компетентность, если хотите, это информационные, универсальные учебные действия, четко, грамотно, правильно выражать свои мысли, чтобы тебя все понимали. Экзамен у нас письменный, поэтому это нужно делать действительно четко на бумаге. Критерии оценивания никто не скрывает, все критерии оценивания открыты, у нас есть литература для подготовки к экзаменам, экзамен сдают не все, экзамен сдают избранные, то есть те, кто решил связать свою жизнь, свою профессиональную деятельность с нашим предметом, с биологией, поэтому я надеюсь, что это осознанный выбор, и поэтому никто не говорил, что биология предмет легкий, сложнейший предмет, требующий знания физики, химии, математики, и вообще какого-то уникального, не только логического образного мышления, а хотите биохимического, физиологического, потому что любой процесс нужно уметь объяснять, понимать смысл, суть этого процесса. Почему нереально работать в унисон? Чтобы научить ребенка четко, грамотно выражать свои мысли, но это на любом предмете, особенно на предметах гуманитарного цикла. Да, дети не любят читать, дети не умеют читать, дети не понимают, надо работать над смысловым чтением. Мы об этом говорили, например, когда у нас был первый вебинар, и мы обсуждали результаты всероссийской проверочной работы в пятом классе. Понимаете, коллеги, вот моя принципиальная точка зрения и моя позиция, я об этом не стесняюсь говорить, я никого не готовлю к ЕГЭ, я учу биологии, причем я это делаю с пятого класса. И если мои ученики затем впоследствии выбирают биологию как предмет своей профессиональной деятельности, огромное им спасибо, я благодарна им, что я смогла вот их заразить этим предметом и любить его так же, как люблю этот предмет я. Поэтому здесь уповать на что-то, я думаю, нет никакого смысла, и это просто, ну, просто мы с вами поговорим и ничего не изменим. Я не хочу, чтобы в нашем, в нашем государстве были врачи, которые, извините, не знают элементарно, анатомии, физиологии, не могут вас вылечить, спрашивают у вас, какие вам выписать препараты. Я надеюсь, что и вы поддержите меня, и вы не хотите обращаться к такому врачу за помощью. Вот, поэтому давайте все-таки мы будем учить предмету и учить, начиная с пятого класса. Переходим дальше. В этой же категории задач могут быть задачи обратного плана, когда даются антикодоны транспортных РНК, по ним мы определяем нуклеотидную последовательность двойного участка, должны определить двойного участка молекулы ДНК и аминокислотный состав белковой молекулы. И обратите внимание, что здесь необходимо еще объяснить последовательность действий при решении задачи. При этом используем таблицу генетического кода. Итак, еще раз, даются антикодоны транспортных РНК, а необходимо установить структуру двойной цепи ДНК и аминокислотный состав белка. Итак, переходим к решению задачи, я быстро попытаюсь это сделать, пользуемся нашей шпаргалкой для того, чтобы перейти от транспортной РНК к информационной и по антикодонам по принципу комплементарности мы определяем структуру информационной РНК. Вот видите, сейчас все записано в виде последовательности букв, без всяких пробелов и знаков припинания, а в условии задачи антикодоны были разделены точкой запятой. Следующее действие здесь непринципиально. Можно вторым действием определять структуру информационной РНК, вернее, сейчас мы будем вернее структуру аминокислотную структуру белка, либо мы можем перейти к определению структуры молекулы ДНК. В данном случае напишем последовательность молекулы белка с использованием таблицы генетического кода. Тогда в третьем действии мы напишем по принципу комплементарности структуру первой цепи ДНК и пользуемся вот этой шпаргалкой, а потом напишем структуру второй цепи ДНК и пользоваться будем вот этой шпаргалкой. Итак, получили первую и вторую цепь ДНК. Есть вопросы по этим слайдам? Еще один пример, в котором дается вот говорили, что это сложное задание. Посмотрите, пожалуйста. Дается нуклеотидная последовательность трибосомного гена. Надо узнать структуру РНК, которая кодируется этим фрагментом, узнать какой вид РНК и в результате какого процесса будет она синтезироваться и какого функция. Ну вот в самой задаче уже есть подсказка. Во-первых, ген. Ген, я знаю, что это фрагмент молекулы ДНК. Кроме того, по этой структуре, если я увидела наличие тимина, то я сразу могу сказать, что это структура молекулы ДНК. Что такое рибосомный ген? Мы уже говорили, что все виды РНК синтезируются на ДНК матрице, следовательно, в ДНК хранится информация у них. Поэтому рибосомный ген это как раз таки и будет структура РНК, которая входит в состав рибосомы. Итак, наши действия. Дается фрагмент по принципу комплементарности сразу пишем структуру РНК, указываем, что процесс этот, синтеза любой РНК называется транскрипция, РНК выполняет структурную функцию, так как входит состав рибосомы. Все очень просто. Есть вопросы? Так, есть еще одна категория задач, которую тоже почему-то коллеги считают очень сложной. На самом деле, если внимательно вчитаться, то в этой задаче описан алгоритм ее решения. Дается информация о том, что вирус гриппа является РНК содержащим вирусом. И у него имеется фрагмент нуклеиновой кислоты, который имеет следующую структуру. Вот раз это РНК содержащий вирус, то тогда естественно генетическая информация этого вируса, она будет заключена в РНК. И доказательством этого является то, что в структуре присутствует урацин. Дальше нас просят определить аминокислотный состав фрагмента молекул белка вируса, который входит состав капсид. Если известно, что у РНК содержащих вирусов вначале идет процесс обратной транскрипции, то есть синтезируется ДНК в две цепи на матрице РНК вируса, а далее синтезируется информационная РНК по второй цепи, а затем только синтезируется биом. Ответ надо пояснить для выполнения и использовать таблицу генетического кода. Весь алгоритм решения описан в самом условии задачи. Поэтому задача решается очень просто. По принципу комплементарности выстраивается сначала первая, затем вторая цепь ДНК. По второй цепи этого условия было указано. Мы пишем состав информационной РНК. Теперь по этой цепи по таблице генетического кода определяем аминокислотный состав белковой молекулы. Ответ мы пояснили. Каждое действие к нему есть комментарий. Где-то принцип комплементарности, где-то таблица генетического кода. Просто задача по содержанию объемная это многих пугает, они боятся ее дочитать до конца и говорят себе все, я не могу ее решить, она сложная. А вот если не правильно выписали на республике по сумме, не показало как на суде это баллы не пугает. Значит если нет комментариев а задача решена правильно максимального количества баллов эксперт не поставит. Будет два балла. Поэтому я вот и обращаю ваше внимание что обязательный комментарий это сейчас обязательное требование. Без этого максимального количества баллов не будет выставлено эксперта. Есть еще вопросы? Эталон? Вот сейчас я продемонстрировала вам эталон ответа. Задания 27 задания 28 которые предполагают решение задачи по генетике или по молекулярной биологии это задания у которых есть определенный ряд требований. И если не будет это выстроено вот так как сейчас вы видите на слайде максимального количества баллов выпускник не получит. Что вы имеете ввиду под словом эталон? Какой содержит смысл этого? Эталон в смысле на все вопросы найти какие-то ну не знаю заготовки не не поймут что является эталоном? Вот эталон это образец это идеально решенная задача вот если она конкретная была бы вот так оформлена эксперт бы поставил три балла ни к чему не придрался бы все идеально изумительно красиво оформлено и правильно тогда переходим к следующей категории задач это задачи на энергетический обмен на катаболизм их немного и такого плана задачи могут быть как задание линии номер три но только без комментариев поэтому я вот в начале нашей встречи показала несколько вариантов на определение нуклеотидного сустава процентного и так далее вот теперь в этой категории из этой категории могут быть задачи чтобы определить число молекул АТФ количество молекул глюкозы которые участвовали и так далее и так мы рассмотрим как решать данные задачи алгоритмов решений на конкретном примере в процессе гликолиза образуется 42 молекулы пировиноградной кислоты надо узнать сколько глюкозы подверглась расщеплению и сколько при этом образуется молекул АТФ причем при полном окислении ну здесь нужно конечно уметь расшифровывать ключевые слова что такое гликолиз откуда берутся молекулы пировиноградной кислоты как они связаны с глюкозой и на каком этапе сколько молекул АТФ может образовываться значит если есть полное окисление соответственно наверное есть какое-то еще и неполное окисление ответ необходимо пояснить но я хотела бы напомнить что для решения задачи не обязательно знать всю биохимию этого процесса ее достаточно вспомнить и вообще выпускнику знать вот на таком уровне с использованием опять-таки элементов мемотехники хотите элементов опорного письма опорный сигнал и так первый этап подготовительный когда участвуют органические соединения по действиям ферментов эти биополимеры или сложные органические соединения расщепляются до мононеров при этом образуется только тепловая энергия которая рассеивается видите АТФ не образуется мне кажется что такая картинка для восприятия легче лучше чем какой-то текст с очень большим количеством терминологии нам надо сейчас именно владеть сутью процесса и какими-то ключевыми моментами второй этап бескислородный или гликолиз при этом участвует глюкоза в результате ферментативных реакций без участия кислорода он перечеркнут образуются две молекулы либо пировиноградной кислоты ПВК либо молочной МК при этом образуется энергия 60% в которой рассеивается в виде тепла и только 40% аккумулируется в виде двух молекул АТФ и третий этап катаболизма кислородный или клеточное дыхание где участвует либо пировиноградная кислота либо молочная присутствие кислорода идет расщепление до углекислого газа и воды даже в этом случае я вам не пишу молекулы воды а пишется что образуется 36 молекул АТФ и так на втором этапе две молекулы АТФ на третьем этапе 36 и так в результате полного окисления будет 38 в нашей тетради есть вот такая шпаргалка которая является действительно шпаргалкой но в кавычках ее уж надо запомнить еще где есть в одной из колонок колонок комментарии которые надо использовать при оформлении задачи и так подготовительный этап никаких молекул нет все по нулям есть комментарии второй этап гликолиз есть выход на две молекулы ПВК и две молекулы АТФ и третий этап взаимосвязь и так в результате мы получаем что из одной молекулы гликозы при полном окислении образуется 38 молекул АТФ теперь мы можем эту же шпаргалку использовать в качестве шаблона и заполнять ее теми данными которые есть задачи и ставить вопросы то что нам надо найти и так вы видите что черным шрифтом показана сама шпаргалка а вот то что в задаче поставили синим шрифтом это количество молекул там пировиноградной кислоты надо найти глюкозу и полное окисление сколько будет СТФ и вот теперь простейшее действие которое нужно совершить но обязательно прокомментировать 42 молекулы ПВК образовались при расщеплении 21 молекулы глюкозы потому что из одной глюкозы появляются 2 молекулы ПВК а дальше мы говорим что полное окисление подразумевает образование 38 молекул АТФ и тогда из 21 молекулы глюкозы в результате полного окисления будет образовываться 798 молекул АТФ ну вот такие задачи где может быть полное неполное окисление на первом этапе сколько образуется на втором этапе на третьем все эти вопросы могут быть небольшими и вынесены в линию заданий номер 3 есть вопросы по катаболизму нет тогда мы переходим к следующей категории задач которые предполагают определение числа хромосомы молекул ДНК в процессе деления клеток такого плана задания могут быть конечно и в линии заданий номер 3 но вот сейчас вы увидите что если мы решаем задачу сложную 27 то потом ответить на вопросы которые будут задание номер 3 будет проще и так эти задачи подразумевают знания метоза и миоза в данном случае дается гаплоидный набор процессорки который составляет 38 хромосом необходимо найти количество хромосомы молекул ДНК в клетках кожи перед делением и в анофазе и телофазе метоза ответ нужно пояснить и так мы тоже можем воспользоваться нашей тетрадью в которой есть подобного рода задачи их разбор и есть конечно же шпаргалки помощники для запоминания но если очень сложно запомнить последовательность фаз это очень надо всегда и потом какие процессы протекают с каждым опять-таки мы можем воспользоваться приемом мемотехники про фаза метафаза анофаза телофаза запоминаем папа-мама аня-таня ну вот я думаю что так проще сделать затем в нашей тетрадке есть шпаргалка номер 5 которая помогает нам вспомнить систематизировать обобщить все знания по метозу а в частности жизненный цикл соматической клетки который складывается из двух этапов интерфаза и метоза интерфаза включает три периода три синтетические синтетические постсинтетические и метоз профаза метафаза анофаза и телофаза далее в виде таблицы я предлагаю вот информацию об интерфазе и примечания то есть что происходит с количеством молекул ДНК и с количеством хромосом 2N обозначает диплоидный набор хромосом 2C это набор это число молекул ДНК которые соответствуют диплоидному набору хромосом так как в синтетическом периоде происходит удвоение молекул ДНК то соответственно мы получаем формулу 2N4C далее идет уже непосредственно метоз профаза нужно знать еще картинку потому что есть и вопросы с картинками где нужно по рисунку определять какая это фаза какие процессы протекают следующий этап следующая фаза это метафаза хочу обратить ваше внимание что на схеме ее узнать можно по расположению по линейному расположению на экваторе удвоенных хромосом хромосом состоящих из двух хроматей дальше анафаза происходит расхождение гомологичных сестринских хроматид которые становятся гомологичными самостоятельными хромосомами но вот здесь есть приписка еще вот такая смотрите сестринские хроматиды расходятся у каждого полюса оказывается диплоидный набор 2N2C вот эта приписка должна быть обязательно у каждого полюса клетки и еще один момент если в задаче дается конкретное количество хромосом как в нашем случае 38 значит в решении тоже будем писать конкретное число хромосом и молекул ДНК но с телофазой все понятно две клетки образуются диплоидным набором но есть в нашей тетради вот такая обобщенная схема с формулами которые дают возможность очень быстро подсчитывать число хромосом и молекул ДНК ну и вот рисунок который иллюстрирует эти процессы теперь переходим непосредственно к нашей задачке цесарки клетки кожи это соматические значит они должны быть диплоидным набором 2Н поэтому они будут содержать 76 хромосом в условии был дангоплоидным перед метозом мы знаем в синтетическом периоде происходит само удвоение ДНК поэтому в клетках будет 76 молекул 76 хромосом и 152 молекул ДНК вот эта формула которая дана в скобках в данном случае она не важна она не нужна здесь здесь важно чтобы было написано конкретное число хромосом и молекул ДНК следующее действие про анофазу метоза что в ней происходит что расходятся сестринские хроматиды последствия они становятся самостоятельными хромосомами поэтому у каждого полюса будет находиться по 76 хромосом и 76 молекул ДНК и четвертое действие про телофазу где говорится о том что формируются две диплоидные клетки вот с таким набором хромосом и молекул ДНК это один из вариантов задачи на метоз есть вопросы нет следующий пример это аналогичная задача но теперь уже на знания фаз и процессов которые протекают при миозе и так дается нам хроматический хромосомный набор соматических клеток комнатной мухи 12 хромосом необходимо определить набор и число набор хромосом и число молекул ДНК в яйцеклетке в профазе миоза 1 и в телофазе миоза 1 и объяснить в каждом случае как образуется такое количество хромосом и молекул ДНК чтобы решить этот вопрос ответить на все поставленные задачи вопросы мы вспоминаем жизненный цикл половой клетки который также складывается из интерфаза прессинтетического синтетического и постсинтетического периодов и миоза который представлен двумя делениями но с интерфазой все понятно никаких отличий по сравнению с метозом нет количество а все половые клетки формируются из материнских клеток первичных половых клеток которые будут диплоиды и так первое деление профаза 1 происходит крысинговер конъюгация и крысинговер для того чтобы проиллюстрировать эти процессы вот мы сейчас с вами посмотрим маленькие такой фрагмент и вот гомологичные хромосомы каждый из которых состоит из двух сестринских из двух хроматит то есть это уже удовольствие и в процессе в процессе миоза а именно в профазе происходит сначала конъюгация то есть это вот сближение скручивания хромосом они могут в какой-то момент побыть в таком состоянии и затем они раскручиваются могут просто раскрутиться разойтись а может произойти следующее они могут обменяться участками и тогда это будет повышать генетическое разнообразие будет возникать комбинативная изменчивость вот так мы можем проиллюстрировать крысинговер теперь мы переходим к следующей фазе дальше идет метафаза первого деления и я обращаю внимание на расположение хромосом на том как униновать по картинке метафазу первого деления по экватору располагаются биваленты хромосом анафаза вот здесь расхождение происходит именно целых хромосом каждый из которых состоит из двух хроматит именно в этот момент происходит редукция уменьшения числа хромосом уже у каждого полюса будет одинарный набор хромосом но каждая хромосома будет состоять из двух хроматит далее следует тело фазы с образованием двух клеток потом очень короткая иногда отсутствует интерфаза практически отсутствует не происходит удвоение ДМК в данном случае и наступает второе деление профаза второго деления ничем не отличается от профазы метоза далее идет метафаза здесь уже хромосомы смотрите располагаются линейно по экватору на рисунке будет изображаться либо две клетки либо клетки у которых эти две клетки либо будут обязательно нарисованы хромосомы которые подверглись обмену участками хромосомы гомологичных хромосомов затем анофаза опять таки будет изображено две клетки у каждого полюса вы увидите уже одинарный набор и хромосом и ДНК ну и в результате телофазы формируются четыре гаплоидные клетки в конце есть вот такая шпаргалка номер 6 где проиллюстрированы формулы для первого и второго деления миоза вот ну а теперь возвращаемся к нашей примеру к нашей задачке яйцеклетка действительно это половая клетка нас просили определить хромосомные наборы число молекул ДНК в яйцеклетке в профазе 1 и в телофазе 1 миоза все половые клетки как я и сказала формируются из первичных а эти первичные клетки имеют диплоидный набор хромосом вот мы сделали маленький комментарий теперь перед делением мы знаем что будет происходить самоудвоение молекул ДНК соответственно будет 12 хромосом 24 молекулы ДНК и в профазе какие процессы еще происходят кондикация и кроссинговер обмен участками гомологичных хромосом далее мы распишем и расскажем все что происходит в телофазе первого деления а именно будет 2 клетки каждая из которых будет содержать 6 хромосом и 12 молекул ДНК объясняем почему такое количество хромосом да потому что в анофазе первого деления к противоположным полюсам разошлись гомологичные хромосомы состоящие из двух сестринских хроматит вот таково решение этой задачи есть ли вопросы по этой части спасибо но у нас еще есть примеры поэтому не расслабляйтесь уважаемые коллеги мы переходим еще к одному примеру в котором необходимо подсчитать указать число хромосом количество молекул ДНК и обязательно прокомментировать результаты особенно из каких исходных клеток идет образование и в результате каких делений и так я предлагаю вам такой пример когда нужно определить хромосомный набор спермиев и клеток эндоспермы эндосперма семени цветкового растения и видите объясните из каких исходных клеток образовался образовались они и в результате какого деления мы для иллюстрации берем малину как растение из отдела покрытой семеной или цветковой и так чтобы нам с вами ответить на вопросы надо вспомнить как происходит образование мужского гометофита и мужских клеток в нашем пособии по ботанике растения грибы или шайники вы можете увидеть этот рисунок вы можете увидеть и прочитать текст по образованию и можете увидеть схему вот наше пособие по ботанике отличается по растению отличается тем что сложные вопросы а именно цикл развития растений представлены как бы в трех знаковых системах это текст это схема и это обязательный рисунок и так в пыльниках тычинок находятся материнские клетки из которых в результате они имеют диплоидный набор хромосом это первичные клетки в результате миоза формируются тетрады пыльцевых зерен которые будут естественно иметь каплоидный набор эти пыльцевые зерна имеют два ядра две клетки вегетативные и генеративные и вот уже эти клетки путем миоза делятся и образуются сперми это один вариант представления информации вот я еще раз вернусь в виде рисунка к нему есть еще и текст а проще наверное представить в данном случае эту информацию в виде вот такой схемы и так есть материнская клетка диплоидная в результате миоза образуются четыре микроспоры с гаплоидным набором хромосом каждая микроспора является пыльцевым зерном дает начало пыльцевому зерну пыльцевое зерно содержит две клетки вегетативную и генеративную так вот генеративная клетка делится путем метоза и у покрытосеменных образуются два спермия вот информация о формировании мужского гометофита дальше нам есть смысл вспомнить процессы которые происходят при двойном оплодотворении я сейчас вам включу небольшой фрагмент это тоже у вас будет доступно вам когда вы скачаете наши материалы именно презентацию и там еще будет вот интерактивная таблица генетического кода будет вот этот вот фрагмент где красенговер и вот будет этот сюжет по двойному оплодотворению у цветковых я сейчас ненадолго замолчу чтобы можно было я могу звук включить да и чуть-чуть погромче да я сделаю слышно будет коллеги слышно или нет не слышно тогда мы сейчас отключим а мы можем включить по другому нет и попробуем еще раз давайте попробуем еще раз не слышно да так ну что же нам сделать а как мы можем мы как-то включали раньше мы как-то включали раньше да 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 значит сейчас коллеги попытаемся включить звук все я услышала вопрос вопрос пособия по зоологии да будет пособие вот-вот очень скоро коллеги дождемся мы наконец выхода этого пособия по зоологии оно будет выглядеть ну приблизительно так же как пособие по ботанике по растению материал будет представлен в виде таких таблиц когда можно будет получить информацию ну очень структурированно да для того чтобы повторить чтобы можно было систематизировать и конечно же будет представлен большой блок заданий для отработки вот сейчас попробую а как отдельно конечно он есть в папке вот здесь у меня у меня в компьютере на рабочем столе это мы закрываем мы как-то по-другому делаем не-не-не это мы сейчас вот сюда выйдем можно свернуть да я должна закрыть ее нет завершить показ и сворачиваем так вот вот смотрите двойной плодотворить да вот этот файл плодотворить и б и вы и 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 А может быть еще какие-то были вопросы? Скажите мне, пожалуйста, всегда ли критерии ответа у экспертов соответствуют возрастным особенностям школьника? Хороший вопрос. Ну, конечно же, разработчики заданий, они учитывают и возрастные особенности, и психологические, физиологические особенности. Все задания разработаны таким образом, что их можно использовать при обучении по любому УМК. То есть это такой вот стандартизированный подход, и поэтому никогда не ставят никаких школьников в какие-то невыгодные положения, а именно что если ты занимался по одному учебнику, тебе вопросы будут предлагать по-другому. Не получается. Но тогда мы сделаем следующее. Мы сейчас все-таки включим этот фрагмент, а я его просто прокомментирую. А у вас, коллеги, когда вы скачаете, все будет работать. Вот. А теперь я смогу просто включить, да, как обычно. Так. Небольшая вот тут заминка, но с другой стороны, вы знаете, что мы сейчас с вами демонстрируем один из приемов так называемого продуктивного обучения. Очень эффективно это работает, когда можно показать видеосюжет с аудиорядом обязательно, с каким-то звуковым сопровождением. А потом звук выключается, включается визуальный ряд, и мы ученика просим прокомментировать, чтобы он рассказывал то, что он видит, происходящее на экране. Поверьте, если этим заниматься, начиная с пятого класса, то к одиннадцатому классу ваши выпускники будут гениально владеть этим приемом. Итак, сейчас я буду пробовать это делать. Итак, двойное оплодотворение у цветковых. Мы говорим о том, что в тычинках, а именно в пыльниках созревает пыльца. В пестике развиваются семя зачатки. Мы уже с вами рассмотрели, как формируется пыльца, что каждое пыльцевое зерно состоит из каких клеток. В пестике в завязи именно находится семя зачаток. В семя зачатке образуется яйцеклетка и центральная клетка с диплоидным набором хромосом. В результате опыления пыльца попадает на рыбце пестика и за счет вегетативной клетки прорастает в пыльцевую трубку, по которой передвигаются два неподвижных сперми. Они достигают завязи, хода в семя зачаток. И там уже сливается один сперми с яйцеклеткой. Сейчас нам это покажут. Вот есть яйцеклетка и центральная клетка. Так вот один сперми сливается с яйцеклеткой, второй – центральной клеткой. И из яйцеклетки формируется зародыш семени, а из оплодотворенной центральной клетки формируется специальная ткань с запасом питательных веществ. Эта ткань называется эндосперм. Вот я даже быстрее прокомментировала, чем это показывает наш видеосюжет. Итак, впоследствии формируются покровы семени, семена кожура, формируется плод и разросшиеся части пестика, вот именно из завязи. Но этот у вас сюжет будет, и он будет со звуком, когда вы его скачаете. Но то же самое можно представить в виде схемы. Итак, нас с вами для решения задачи интересует только вот семя зачаток, внутри которого находятся две клетки. Яйцеклетка и центральная клетка. Яйцеклетка сливается с одним спермием, и в результате формируется зародыш семени, восстанавливается диплоидный набор хромосом. Центральная клетка сливается со вторым спермием, и формируется эндосперм, в котором набор хромосом 3Н. Итак, нам теперь нужно вернуться к нашей задачке. Спермии – это клетки половые, соответственно, в них будет гаплоидный набор хромосом. Формируются спермии из генеративной клетки в результате метоз. Клетки эндосперма имеют 3Н-хромосом. Эндосперм формируется при слиянии одного из спермиев и центральной клетки зародыша у мешка. 2Н плюс Н, отсюда и будет 3Н-набор хромосом. Вот такой пример мы с вами рассмотрели на подсчет числа хромосом и на определение, из каких исходных клеток и в результате какого деления образовались данные клетки. Ну а теперь я предлагаю вам самостоятельно решить задачки, которые можно было бы представить как примеры заданий линии номер 3. Итак, вот вам такое задание. В соматической клетке речного рака 116 хромосом. Необходимо написать число хромосома ДНК в профазе, метафазе и телофазе. Но вы видите, что нету никаких цифр, значит речь идет о метозе. Поэтому я сейчас жду две цифры для профазы. Есть? Пока нету, да? Ага, 2Н4С. Нет, коллеги, не пойдет такой ответ. 2Н4С, потому что у нас есть конкретное число хромосом. Поэтому в данном случае надо вписывать определенные цифры. Отлично. 116, 232. Теперь, пожалуйста, то же самое для метафазы. 116, 232. Ну и последний вопрос. Это какое число хромосомы молекул ДНК будет в телофазе? 116, 232. Нет, ну это, наверное. Итак, телофаза. Наверное, в чате кто-то пока посчитал, написал. 116, 116. Отлично, 116, 116. Вот смотрите, какой нюанс. Если такое задание будет в линии задания номер 3, то тогда нужно будет не формулу писать, а вот это число проверяет компьютер. Даже при условии, если будет написана правильно формула, выпускник не заработает свои баллы. Понимаете, на что надо обращать внимание? Вот сказано записать только число. Я вам еще раз говорю, что если указан конкретный живой организм, растения, животные, конкретное число хромосом, то мы не формулы пишем, а конкретные цифры. Ну и еще одно вам задание. Теперь у нас есть шимпанзе, в соматической клетке которых находится 48 хромосом. Я хочу от вас увидеть ответ про фазу первого деления, число хромосома, молекул ДНК. Раз есть у нас уже первое деление, второе, это говорит о каком делении клеток? О миозе, значит о формировании половых клеток. 48,96 проверяем. Отлично, молодцы. Теперь она фаза первого деления. 24,48 у каждого полюса клетки. Но это подходит для ответа на развернутый, да, вот когда мы развернутый ответ даем. Если речь пойдет о задании, я так предполагаю, линии номер 3, то здесь нужно бы перед каждой цифрой ставить коэффициент 2. 48,96. Клетка не разделилась, и поэтому остается то же самое количество хромосомы молекул ДНК. Но я надеюсь, что нашим выпускникам такие вопросы в линии заданий 3 попадаться не будут. И она фаза второго деления, пожалуйста, ваш ответ, как если бы мы писали развернутый ответ с комментарием. 24,48. Угу. 24,24, но без приписки. У каждого полюса клетки. А это приписка обязательная. Ну что ж, уважаемые коллеги, уважаемые выпускники, если кто-то с вами был, у меня на сегодня все. Я еще раз вам хочу показать, как выглядит наша тренировочная тетрадь по разделу молекулярной биологии, в которой вы найдете все разобранные, значит, примеры решения задач с разбором, где вы найдете все шпаргалки, подсказки, схемы. Вот. И где вы найдете, конечно же, подборку задач и место оставлено, это тетрадь, для того, чтобы можно было например, в книге основной по ЕГЭ, но, тем не менее, ими можно воспользоваться. Теперь я готова ответить еще на какие-то вопросы, если такие возникли. На расстоянии между генами. А может, Татьяна Владимировна, мне подсказать источник, из которого взяты примеры? Это издание какое? Кимы. В демоверсии, например, не было таких заданий на определение расстояния между генами. Это открытый банк заданий сайта ФИПИ, Татьяна Владимировна. Или это какое-то учебно-методическое пособие, какого издательства тогда? На сайте ФИПИ есть кодификатор, есть спецификация и демоверсия. Обязательно обращать внимание на спецификацию и на обобщенный план работы. Кодификатор – это приложение к обобщенному плану экзаменационной работы. Коллеги, как этим можно пользоваться и как научить этим пользоваться ваших выпускников? Когда вы даете прорешивать демонстрационный вариант или какой-то другой вариант из наших книг, прошлого года можно брать 17-й год, этого года, 18-го, то делает, если выпускник ошибки в определенных заданиях, то по обобщенному плану вы можете посмотреть, какому элементу содержания в кодификаторе соответствует это задание. Ну, например, задание номер 3. Линия заданий номер 3. Это молекулярная биология. Это именно количество генетического материала. Это пластический энергетический обмен фотосинтеза. Метаболизм. Все, вы уже знаете, какой элемент содержания западает. Дальше в кодификаторе вы можете узнать, и тоже пользуясь обобщенным планом работы, какие учебные умения проверяет данное задание, что должно быть сформировано у выпускника, чтобы он был успешен на экзамен. И вы из кодификатора берете эту информацию. И, соответственно, вы тогда будете предлагать выпускнику задания, которые бы развивали эти учебные умения. А вообще, конечно, нужно всем учителям знать, что ждет в будущем их выпускников и в плане ВПР, и в плане ЕГЭ, ОГЭ, и тогда использовать в своей практике широко различные задания, различного содержания, различного уровня сложности и различные типы заданий, чтобы можно было комплексно развивать так называемые школьно-значимые функции и учебные умения и действия. В демоверсии? В демоверсии. Хорошо. В следующую встречу, вот я так думаю, что когда мы будем разбирать, если будет запрос у нас на решение задач по генетике, то я, конечно, включу этот материал в наш вебинар. Но вообще, как бы этого не было, задания. И я еще раз, Татьяна Владимировна, спасибо за вопрос. Посмотрю демоверсию, возможно, я ее невнимательно посмотрела. Посмотрю еще банк заданий ФИПИ на вот эти вот задания на определение расстояния между генами. Спасибо. В ИПК? Возможно, что есть. Я не знаю, надо зайти в Донскую школу и посмотреть. Возможно, что есть. Я вот точно видела по генетике тетрадь, а по молекулярной биологии, ну я затрудняюсь ответить. Есть телефон, и можно позвонить в Донскую школу узнать. Кроме этого, коллеги, вот в наших всех учебных пособиях в конце там есть не только Донская школа, там есть еще другие вот сети магазинов, которые реализуют пособия издательства «Легион». А может быть, ближе к вашему дому находится «Магистр» или «Алтай», или еще какие-то там магазины. Не поленитесь, откройте любую книжку, наберите номер телефона и узнаете, где есть продажа. Ну, я услышала, задачи по генетике, хорошо, мы запланируем такой вебинар, мы его ежегодно вообще проводим, и там и о родословных говорим, и об анализе родословных, и о том, как решать задачи. Но на мой взгляд, что задачи все-таки на анализе составления родословных это как бы высший пилотаж. Нет определенного алгоритма. Да, можно рассуждать, можно делать какие-то умозаключения, если так, то так. Вот, поэтому мы с вами обязательно такой вебинар запланируем, и я в него включу задание на определение расстояния между генами. Что касается биотехнологии, генной инженерии, вы знаете, в работе ЕГЭ, если бывает один вопрос, я сейчас даже вот на вскидку, раньше это было задание номер 8, и еще раньше это было задание номер 30. Вот одно единственное задание было на биотехнологию, селекцию, и в том числе генной инженерии. Но приобретите пособие по генетике, раздел генетика, где есть теория. И там есть материал, собранный из разных источников, нигде, конечно, ни в одном учебнике вы в таком объеме не прочитаете. Очень много я привожу примеров получения различных нужных человеку веществ вот в области биотехнологии с использованием различных методов и микробиологического синтеза, и той же генной, клеточной инженерии. Возьмите, почитайте, там довольно все понятно описано. И есть по этому блоку дополнительные задания, которые вы можете выполнять выпускники. по этому блоку рациона рациона очень ждут задания по рационе. Ну, это вы сейчас расскажете про рационы. Жизненные циклы растений, да? Хорошо, я думаю, что мы можем ... Жизненные циклы растений мы сможем разобрать. И, возможно, это просто будут еще, наверное, жизненные циклы некоторых животных, скажем, паразитических червей, те, у кого действительно цикличность проявляется. Вот жизненные циклы растений и животных мы можем так назвать вебинар. Ну, давайте подготовим, может быть, где-то после Нового года. Просто надо подобрать материал. Вы же ждете теперь красивую презентацию, наверное, да, с какими-нибудь мультиками, с какими-нибудь вот такими дополнительными у нас на сайте стратегии сна, сейчас размещены вебинары по названию судьбов по здоровьям человек и по здоровьям диалоги и судьбов обращения, но мы что-то на то, что-то они не сделают, а так, значит, тогда мы сделаем таким образом. Мы ближайше сделаем вебинар по решению задач по генетике. Всех приглашаю. Вот, а потом тогда вот еще я смотрю, что здесь говорили об эволюции систем органов животных. Но я думаю, что вот нужно готовить вебинар, в котором будем рассматривать жизненные циклы и коснемся как раз вопросов эволюции систем, но я так думаю, что это не просто органов животных, а это, наверное, вопросы по позвоночным, как идет эволюция, кровеносной, нервной системы. Наверняка вот это интересует все-таки наших слушателей. Ну, а тогда можем поставить на голосование, мы можем это на сайте, поставить на голосование вот вебинары по сложным вопросам раздела человека и его здоровье. Там у нас нервная система... Давайте, коллеги, тогда мы так и сделаем. Голосуем. Какой вебинар мы проводим первый? Генетика, циклы, жизненные циклы или вебинары по человеку. У нас там их три. Три. Да, три вебинара. Подержала генетика. Генетика, все-таки первая генетика. Второй человек, да? Мы себе записываем второй. Жизненные циклы. На втором месте ставим. Человек, человек, человек. Угу. Потом... Ну, вот так, наверное, и получится, что жизненные циклы, просто к нему надо подготовиться подольше. Жизненные циклы. циклы. Ну, это вот как раз растения. Здесь вот. Ну, а что касается рационов питания, то сейчас вам расскажут об этом вебинаре, когда он ожидается. Спасибо всем. До свидания, до новой встречи. Будем решать задачи по генетике. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин